Александр Лаврушин, Москва. 28 лет, вес 75 кг, рост 175 см, двукратный чемпион мира. Итак, Александр Лаврушин, стиль Ашихара карате. Несколько слов о стиле. Хидьюки Ашихара, основатель новейшего стиля Ашихара карате, создан в 1980 году. Хидьюки Ашихара удалось вести тактику контактного жесткого боя, эффективную бросковую технику, используя для входа в захват предварительные удары коленями и лохтями. Его соперник Сергей Епихин, стиль СНР. 18 лет, вес 72 кг, рост 178 см, двукратный чемпион России, серебряный призер первенства России, двукратный бронзовый призер чемпионата России. Сергей Епихин, стиль СНР. Свою историю стиль СНР ведет с 1969 года и является одним из старейших стилей карате в России. Соревнования по кумите проводятся по оригинальным правилам, где бойцы демонстрируют молниеносную работу ногами, броски и добивание соперников темп движения. Рефери в ринге Вадим Клещев. Итак, начинается второй поединок. Ашихара карате против СНР. Опытный, маститый боец против молодого, амбициозного противника. Присматриваются оба соперника, и Лаврушин, и Епихин друг к другу. И, наверное, за эти короткие секунды пытаются выявить уязвимые места в защите друг друга. Но, что-то надо сказать, что у Александра Лаврушина одним из коронных ударов является лоутип, то есть удар по ноге. И часто в своих поединках он весьма эффектно применял этот удар. И очень сейчас надо быть внимательным его молодому сопернику Сергею Епихину. Это вызывает уважение то, что он вышел против такого маститого бойца. И посмотрите, как он ведет бой. Ведет бой, видно, что парень заряжен на победу, хочет выиграть. И, конечно, вот такой вот заряд, такая вот энергия, она достойна уважения. Ну, посмотрите, и полномерно ведет поединок, полномерно разрушает защиту своего противника Александра Лаврушина. Смотрите, входит в бой, смотрите, и лоутип, то, что прошлое было, и лоутип, и на полу оказывается Сергей Епихин. Очень опасные удары. Сейчас Сергею Епихину надо внимательно смотреть, внимательно смотреть за маневрами своего противника. Естественно, выявив то, что лоутип доходит до цели, конечно, будет дальше Александр Лаврушин наносить эти удары. Ну, смотрите, и при первой же возможности, смотрите, как хорошо ведет бой Сергей Епихин. Тут же атакует своего противника ударами руками. И смотрите, что, как по поговорке, лучше защита нападения, как неплохо выглядит в этих эпизодах. Браво! Браво, Сергей! Дальше, дальше надо атаковать, дальше надо атаковать противника. И давать его возможность сосредоточиться и провести лоу-кик. Вот, видите, вот атака, вот атака, и в глухой защите находится Александр Лаврушин. Ну, смотрите, опять, как вот мощно, как удав, начинает придавливать соперника Александр Лаврушин. Методично вот этими такими своими волновыми атаками он ставит Сергея Епихина в весьма затруднительное положение. Двигаться надо сейчас, Сергей, двигаться надо на ринге, двигаться. Ни в коем случае не задерживаться на средней и ближней дистанции. Вот, вот, атака, смотрите-ка, хорошая атака. И смотрите, тут же в ближнем бою, вот, удар коленами, вот, удар, второй удар коленом, точно подбородок. То, что я говорил, ни в коем случае не надо было задерживаться Сергею Епихину на средней и ближней дистанции. Судья на ринге открывает счет. Да, потрясен, потрясен Сергей Епихин. И рефери Вадим Крисов принял решение остановить поединок. Вот видите, лоу-кик, после которого на стиле ринга оказывается Сергей Епихин. И вот второй повторный удар коленом, первый удар в корпус, смотрите, и второй точно в подбородок. Чистая победа. В этом бою нокаутом победу одержал Лаврушин! Ну, весьма хорошее впечатление на меня произвел Сергей Епихин. Будущее у него, на мой взгляд, будет светлое. Знаете, дорогие друзья, кто не падал, тот и не вставал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!